320, полет нормальный. На работу по жесткости системы влияет не только с каким усилием мы затянули болты и сжали фальцы. 365 килограмм. Слетела. Медь напряглась. Посмотрим, изменится у нас результат или нет. Видимо, лучше фальцу плотнять. В московском регионе в 2013 году была очень снежная зима. У некоторых клиентов сорвалось снегозадержатели. И для того, чтобы разобраться, какие модели снегозадержателей какую нагрузку выдерживают, мы сделали испытательный стенд. Вот он. Что мы здесь делаем? Мы прикладываем к снегозадержателю вдоль ската нагрузку, которая имитирует снеговую нагрузку. Для того, чтобы понять, годится снегозадержатель для этой кровли или нет, нужно два параметра. Первое, знать, какая идет снеговая нагрузка. Второе, знать, какую снеговую нагрузку выдерживает снегозадержатель. Он состоит из опор и труб. Это разные миры. Трубы у нас здесь стоят просто, чтобы были. Трубы мы сегодня не испытываем. Мы испытываем именно опоры. Опоры у нас стоят две. Нагрузка у нас поровну делится на две опоры. Об этом мы убедимся. Как прикладывать нагрузку? Как ее измерять? Мы решили этот вопрос довольно просто. Не используя никакую пневматику, гидравлику, тензодатчики. Мы решили вопрос довольно просто. Вспомнили закон рычага. То есть мы прикладываем нагрузку вот к этой трубе. Она давит у нас на трубки, на снегозадержатель через разные распределяющие устройства. А нагрузку мы прикладываем вот к такому турнику. Разновесом у нас является какой-нибудь сотрудник, которого мы заранее взвешиваем. А вот этот рычаг отградуирован. Вот ось рычага, вот точка приложения усилия. Здесь должна стоять цифра единица. Такое же расстояние отложили 2, 3, 4, 5, 6, 7, самый край 8. Нетрудно догадаться, простая формула, что если мы вес 100 кг приложим вот в ту точку, то в этой точке будет действовать сила 800 кг, 8 умножить насто, плюс собственный вес, который есть у этой конструкции. Поэтому первая задача наша сейчас для того, чтобы понять, как работает стенд, нужно определить собственный вес конструкции. Конечно, я его посчитал, но мы сейчас наглядно его определим с помощью бытовых весов. И мы сейчас приложим нагрузку вместе с ним. Вот, 99,2. Все. Будем считать, что вес вот этого набора 100 кг. А дальше мы будем определять все реальные нагрузки по формуле. 100 кг плюс нужный нам коэффициент, умноженный на вес сотрудника, который прикладывает свое усилие. 90,5. Идеально. Считать удобно. Округляем до 90. Сейчас мы будем прикладывать усилия к снегозадержателю. Я уже говорил, что мы не испытываем трубы. Мы будем испытывать два этих устройства. Нам нужно разделить нагрузку ровно пополам и сымитировать движение снега между трубами тоже пополам. Не на эту прикладывать и не на эту, а пополам. Для этого у нас есть вот такое коромысло. Вот эта функция позволяет нам быть уверенными, что мы делим практически пополам между левым и правым. А вот эта функция позволяет нам верить в то, что мы не прикладываем нагрузку в какую-либо из труб, а тоже делим пополам. Вот, примерно пополам между трубами. Вот стоит меточка исходная. И на втором тоже. Сейчас начнем прикладывать нагрузку и смотреть, что куда сползает. Значит, мы выставили коэффициент 2. Это довольно большой коэффициент. Александр Викторович, мы взвесили. 90 килограмм умножить на 2 – это 180, плюс собственные 100 килограмм. Сейчас будет нагрузка у нас 280 килограмм, по 140 на каждую. Вот, 280 килограмм приложено к паре. 140 на каждый элемент. Вообще никакого движения не было. Ну, по половинкам пойдем или по целому? Давай половинками. 2,5 коэффициента. Пишу 90, коэффициент 2, и левый, и правый в порядке. 90, коэффициент 2,5. Смотрим, что происходит. Внимание и на Александра Викторовича, и на устройство. Давай мы сделаем на глаз 5,6. То есть чуть-чуть больше половинки сделай. 300 килограмм мы сейчас прикладываем на элемент. На 300 килограммах отошло. При результате, зафиксированном нами 275, мы присвоим в нашем классификаторе этим элементам 200-килограммный элемент. 200-килограммный элемент, мы будем уверены, что у клиента, который обеспечит правильный крепеж, будет держать такой снегозжидательный. 250 нет. Потому что, может быть, чуть слабее кто-то затянет, может быть, чуть прослабнет. То есть запасы так даже не полтора, а чуть меньше я взял относительно испытаний. Чтобы получить, как говорят, совсем научные сведения, нужно взять выборку из 50 элементов, взять много болтов тоже разных времен. Но 200 мы будем гарантировать. В нашу табличку мы занесем цифру 2. Мы ставили вот эти опоры на фальц из-под рамок, рамками сделанный. Фальц из-под рамок зажат не в ноль, не плотно, имеет вот тут зазоры. То есть на работу по жесткости системы влияет не только, с каким усилием мы затянули болты и сжали фальц, но и жесткость самого фальца. Мы сейчас попробуем фальц сбить кияночкой под шалязин и в плотный фальц поставим эти кронштейны. Поставим на плотный фальц. Посмотрим, изменится у нас результат или нет. Я думаю, что изменится. Я думаю, что выдержит процентов на 20 большую нагрузку. Семерочка, я табличку сделал. Это у нас 365 килограмм на кронштейн. 365 килограмм на кронштейн слетело. Ну что ж, 365 слетело. Все-таки, смотрите, где-то в 1,4 раза у нас повысилась устойчивость за счет того, что мы сбили фальц. Видимо, лучше фальц уплотнять в тех местах, где мы ставим таких сжат. Тем более меди от этого хуже не станет.